Всем привет-привет! Вы на канале ВотГСН и сегодня мы выкатываем с вами из ангара на несколько каток ПЗ-СФЛ-4С, он же словно известный мангал. Много кто не знает об этом танчике из игроков, которые недавно начали играть в танки. В свое время данная ПТ-шечка стояла на вооружении в ветке Германии в веточке, которая ведет вас к грилю 15. Раньше веточка выглядела немножко по-другому. Вот раньше был Хедзер на четвертом уровне. К слову о Хедзере, у него, к сожалению, в процессе эволюции забрали его мега-пушку. У него просто была офигенская пушечка, короткая такая, с большим калибром, которая просто разрывала рандом. И сам Хедзер довольно бронированный танчик. Ну, короче, вот сочетание этого бронемонстра с его уронной пушкой, это был просто страх для игроков. И довольно подвижная машинка в свое время была и поворачивалась на месте очень классно. Ну, короче говоря, была такая себе имба четвертого уровня, которую все боялись. Но было это очень-очень много давно, много лет назад. Так вот, много лет назад и мангал находился вот здесь, вот на пустом месте. Раньше, сразу после Хедзера, ветки расходились, и, соответственно, одна ветка шла дальше к Яге Е100, штук, ну и дальше по тексту. И вторая ветка была Хедзер, потом Мангал на пятом уровне, и уже после Мангала шел Ношхорн. Так вот, ребята, на сегодняшний день Мангал, к моему сожалению, это очень редкий гость рандома. С одной стороны, в принципе, наверное, правильно сделали, что вывели мангал из игры, из прокачиваемой ветки. По одной простой причине, потому что по бронированию, допустим, эта машинка представляет себе такой, знаете, огромный-огромный зеленого цвета корпус, который сделан из какой-нибудь абсолютно не армированной фольги. Вот я бы так его описал. А вот пушечка у него довольно интересная, довольно приятная, довольно комфортная. Хоть и углы не сильно хорошие, но, короче говоря, на сегодняшний день для меня этот танчик, эта ПТшечка, это больше какая-то ностальгия за теми временами, которые когда-то были, когда все-таки в рандоме было гораздо меньше разнообразия танков, ну и, соответственно, на этой ПТшке можно было весело стоять где-нибудь в кустах до первого засвета. Я бы назвал эту игру приблизительно так. Я имею в виду конкретно на этой ПТхе. Итак, ребятки, на сегодняшний день Мангал это очень редкий гость рандома. Когда его вывели из игры, на тот момент у меня его не было. Я продал его, дабы освободить место в ангаре, ну и купить следующую какую-нибудь машинку. Даже не знал о том, что он пропадет. Потом был ивент, в котором можно было открывать какие-то, по-моему, контейнеры или сундуки, не помню, честно говоря. Ну, короче говоря, получать части сертификатов на танке. И вот я собрал, я доложил голды просто для того, чтобы вернуть себе назад эту машинку, вернуть мангал к себе в ангар и докладывал голду для того, чтобы покупать. Ну и, соответственно, я все-таки собрал необходимое количество сертификатов и вернул себе этот танчик на его законное место. Чему безумно рад. Итак, ребятки, историю обсудили. Теперь давайте обсудим кратенько по машинке. Запрас прочности 742 единицы. В принципе, для этого уровня, знаете, ну, ни вашим, ни нашим. Лоб 20 миллиметров, борт 15 миллиметров, корма 15 миллиметров. Ну, короче говоря, ребят, я думаю, по бронированию тут особо обсуждать нечего. Подвижность, подобные вещи обсудим непосредственно в бою. Что же касается орудия. Пятерку наделили орудием 8 уровня. На 5 уровне, ребят, смотрите, урон в минуту 1876 единиц. Вам не кажется, что это такая циферка завораживающая? Мне лично кажется. При времени перезарядки в 7 секунд наносит среднего урона 220 и практически 200 миллиметров бронепробития. То есть 194. Ребят, пушка действительно просто бешено комфортная для игры. Есть безусловные минусы у данной ПТшки. Я имею ввиду конкретно в разрезе орудия. Помимо ее бронирования. Это углы склонения вниз. Всего лишь 5. То есть можно сказать, что вниз пушка вообще не опускается. Вот давайте будем называть вещи своими именами. Что же касается вверх 35. Ну просто ошеломляющая, умопомрачительная цифра, которая нафиг вам не надо будет в игре. Потому что вы на этой пушке никуда не будете подъезжать под какую-то... Ну в смысле на этом ПТшке. Вы не будете подъезжать под какую-то горку для того, чтобы поднять пушку на 35 градусов вверх. И кого-то там выцеливать. Ну просто вас быстрее разберут. И на этом все закончится. Чем вы там будете поднимать пушку до горы. Поэтому, ребяточка, я бы сказал так. Пушка в отношении склонения вниз, она абсолютно дискомфортная. А значит приходится на ней играть. Безусловно, где-нибудь на ровном рельефе. Ну что, погнали в бой. Остальное обсудим непосредственно там. Ну и посмотрим, на что эта ПТшка способна на сегодня в рандоме. Пока мы закатываемся в бой, я хочу попросить каждого из вас, кто не подписан на мой канал. Пожалуйста, вдыхайте жизнь в мое начинание. Развивайте вместе со мной мое начинание. Я бы вам был очень благодарен за подписку на мой канал. За лайк под этим видео, которое будет реально помогать моему каналу не затеряться на просторах Ютуба. И конкурировать с мастодонтами, которые оккупировали сейчас обзоры World of Tanks Blitz. И в основном почему-то смотрят именно их. Я же свои обзоры снимаю абсолютно честными, без склеек, срезок и подобных вещей. Абсолютно не рекомендую никаких танчиков. Ну и, соответственно, не подталкиваю вас к затрате денег на те вещи, которые, честно говоря, сам считаю, допустим, абсолютно глупыми затратами. Итак, ребят, данная ПТшка, она в принципе не предназначена для того, чтобы ехать на первую линию. Она даже не предназначена для того, чтобы ехать на вторую линию. Она предназначена для того, чтобы стоять на третьей линии и на каком-нибудь очень дальнем расстоянии отстреливать. Что касается сведения. Сведение у данной ПТшки, ну вот после, допустим, поворота, я бы сказал, что оно не очень быстрое, но в принципе и не, скажем так, плачуще долгое. Вот как-то такими какими-то словами, может не совсем художественными, попытаюсь описать процесс сведения на данной ПТшке. Что касается стрельбы на дальнем расстоянии, в принципе, пушка, она плюс-минус точная. Но, исходя из большого круга разброса, иногда, безусловно, у вас будут и проблемы со стрельбой на дистанции. Что же касается подвижности. Подвижность у данной ПТшки, особенно вот мансить вправо-влево, просто шикандосная. То есть на ней настолько комфортно, насколько только может быть комфортно на ПТшке таких размеров. Сейчас попытаемся вернуться немножко назад, отстреляться по нашему совбрату и вот вам, пожалуйста, стрельба на дальнем расстоянии. Сейчас он в меня заложит, начнет откатываться назад, я попытаюсь вложить в него. Ну вот, разменялись, по крайней мере он в ангаре, я нет. Время перезарядки просто обалденное. Честно говоря, 6 секунд, но чего еще желать. Время сведения, как вы видели, тоже довольно неплохо срабатывает уже на средних расстояниях. На дальних расстояниях, да, безусловно, как-то немножко тяжелее. Потому что круг разброса приблизительно в 2 раза больше, чем танчик, который ты пытаешься выцелить. Я останусь в городе, даже не попытаюсь куда-то рыпнуться, по одной простой причине, потому что как только я выйду из города со своими 190 ХП, меня просто сейчас заберут. Вот пушка на дальних расстояниях, ну, славится своей косотой больше, чем попаданиями. Итак, ребятки, продолжаем жить, продолжаем пытаться выстоять. Я, честно говоря, не знаю, чем для меня закончится бой. Я думаю, что все-таки для меня, в первую очередь, он, скорее всего, закончится ангаром. А вот справится ли дальше команда, ну, здесь уже будет зависеть от них. Итак, осталось, ребят, фиг да нифига, ты да я, да мы с тобой. Но я думаю, что один шот в любом случае я успею сделать, а там дальше посмотрим, на что способна наша сушка. Я, к сожалению, не вижу ПТ-шку вражескую, а она меня видит. Крайне грустно, крайне грустно, что сейчас не попал, потому что это был мой шанс, в принципе, на победу как таковую. Если бы я его сейчас пробил, то, безусловно, я бы успел перезарядиться еще раз и добрал бы сейчас эту М-очку, ну, в принципе, абсолютно без печали. Сейчас досмотрим с вами этот бой, я думаю, что, в принципе, ждать нам недолго. Безусловно, закатимся еще в одну каточку, может, нам немножко больше повезет с картой местности, потому что все-таки для этой ПТ-шки необходима такая местность, в которой вы можете удачно прятаться. Если вы не будете на ней прятаться, то, соответственно, живучесть ваша, она стремится к нулю. Итак, ребят, у нас поражение. Сейчас посмотрим, что мы смогли сделать для данного боя на данной ПТ-шке. Урона фиг да нифига. 360. 2 единицы уничтоженной вражеской техники. Мы в плюсе, хотя нас шотнули и мы проиграли. Мы на втором месте с конца. Поверьте, не всегда данная ПТ-шка так играется, хотя вот наш собрат, он тоже самое место занял в своей команде. Единственное, что он нанес больше урона. Закатываемся еще на одну каточку и попробуем посмотреть, что мы сможем сделать сейчас в рандоме. Ребят, честно говоря, данная машинка, она может больше. Она может наносить больше урона. Она может больше фрагов делать. Но не часто бывают такие бои, в которых вам просто команда врага это позволит. Дело в том, что вот сейчас на вот этой карте особого места для данной ПТ-шки как такового-то и не будет. Почему? Потому что ехать на ней в город это сразу самоубийство. Выезжать на линию СТ и пытаться встретить СТ это тоже самоубийство. Потому что что СТ, что ТТ, тем более, они заносят в вас все. Короче говоря, с кем бы вы не схлестнулись, даже если вы схлестнетесь с танком 4 уровня, любым танком 4 уровня, он будет вас пробивать. Он будет вас пробивать абсолютно не целясь. По одной простой причине, потому что вы минимум в 4-5 раз по площади в прицеле больше, чем круг сведения. Ну, короче говоря, вот сейчас просто наугад явно кинули по кустам. Но в нас прилетело и вот уже минус 200 хп на ровном месте. Возвращаясь к орудию, мне всегда орудие нравилось на этой машине своим временем перезарядки. Потому что время перезарядки, ну, просто такие зашкаливающе комфортные. Что же касается углов сведения, вот мы сейчас, допустим, съедем немножечко, вот чуть-чуть мы буквально съехали, и пушка уже вниз не опускается. Поэтому приходится вылазить полностью на весь корпус, куда-нибудь на горку, и тогда вы имеете возможность сводиться в врага, а не в небо. Вообще, честно говоря, залогом успеха данной ПТшки в рандоме является исключительная возможность танчика в той или иной игровой ситуации прятаться. Если такой возможности у танчика нет, то, соответственно, жить он особо не будет, ну, а вы, соответственно, не сможете нормально накидывать. Сейчас попытаемся добрать врага, не знаю, получится это или нет. Вот, Конор решил, в принципе, хоть что-нибудь нам в отместку кинуть. В принципе, идея правильная, хоть перед смертью хоть один шот. Но вот приблизительно так проходят бои в основном на этой ПТшке, если вы понимаете, как ее использовать. А использовать ее необходимо втихаря, исключительно из кустов каких-нибудь, но и, соответственно, исключительно на очень дальних расстояниях. Как только вы начинаете сближаться с врагами, в принципе, вы начинаете открывать крышку собственного для танка гробчика, в котором танчик вынесут в ангар. Вот сейчас я просто из жадности выкачусь для того, чтобы сделать один шот. Понимаю, что СТРВ явно меня не вынесет, но просто физически не успел. Давайте теперь возвращаемся к нам в ангар и будем суммировать все, что мы посмотрели, ну и сформируем какое-то, может быть, постоянное, может быть, промежуточное мнение, с которым, если вы не согласны или согласны, вы можете написать в комментариях. Мы с вами все обсудим. Я отвечаю практически на все комменты, когда успеваю. Итак, за бой 721 единица урона. Мы в плюсе на 16 тысяч. Я не считаю фарм, потому что на этих уровнях фарм считать смысла нет никакого. И мы заняли свой среднячок. Короче говоря, на сегодняшний день машинка является таковой, которая не будет приносить вам огромных доходов серебра. Она не будет приносить вам огромного количества нанесенного урона, огромного количества сделанных фрагов. Хотя, в принципе, я на этой машинке вывозил и по 5 фрагов. В зависимости от того, просто как бой складывается. Но, как правило, безусловно, более 50% уничтоженных врагов это будут какие-то недобитки. Потому что стоять с кем-то, размениваться уроном, в любом случае вы в более проигрышной ситуации. Несмотря на быструю скорость перезарядки орудия, вы в любом случае картонные, ну прям вот, прям совсем-совсем. То есть здесь, ну вот вы видите, такое впечатление, что это какая-то консервная банка из-под горошка, а не нормальная ПТ-ха. Но ее плюс это орудие, которое очень быстро, бодренько перезаряжается и на средних и малых расстояниях, ну, практически не мажет. То есть, в принципе, она мажет только на очень дальних расстояниях, там, где действительно снаряд может куда-то пойти не туда. Вот когда мы стреляли в последнем бою в Коннора, мы попали ему в гуслю. Хотя, по-честному, ну, гусля находилась практически на краю нашего прицела. Это правда жизни этой ПТ-шки на сегодняшний день в рундоме. Я не знаю, честно говоря, есть ли необходимость в этой ПТ-шке для вас, кроме как для машинки, для фана, для того, чтобы выехать на ней раз в несколько месяцев, один, два, три боя просто покататься, чисто по приколу, случайно наткнувшись на нее у себя в ангаре. Безусловно, каждый день вы эту машинку катать не будете. С вами был ГСН. Возвращайтесь на мой канал, подписывайтесь. На данный момент у меня все. Буду рад вашим лайкам, буду рад вашим комментариям. Всего хорошего, всех благ и, соответственно, и обязательно мира вам и спокойствия. Субтитры сделал DimaTorzok Продолжение следует...